дорогие друзья здравствуйте сегодня я хочу вам показать фиалку у которой обнаружила вот такое вот расщепление точки роста на несколько голов давайте повнимательнее рассмотрим это явление значит вот она у нас . роста или же центр розетки фиалки или же просто верхушка и из этой верхушки центра идет у нас три пасынка раз-два-три сейчас эти пасынки еще маленькие но когда они вырастут это естественно будут головы змеи такие будут значит а вот это явление называется по-научному крестатность по-простому это мутация у фиалки всегда один центр роста вот один без ничего даже у трейлерных сортов которые наращивают пасынки да у нас из пазухи листочков все равно . роста 1 вот у меня есть такой вот загущенный пасынками трейлер давайте его рассмотрим вот основная . роста вот она здесь листики даже видно что более крупные а вот то что растет ниже это просто пасынки то есть вот это нормальный рост фиалочки трейлерной это не мутация такое же ну может быть могут фиалки пасынковаться в молодом возрасте но в любом случае все пасынки будут идти ниже в пазухах листочка чем сама сам центр розетки растет то есть все что ниже это пасынки а если же вы видите что расщепление пошло в самом центре то вот это вот уже мутация такие фиалки из коллекции выбрасываются раз таких фиалок не укореняются листики вот не укореняются пасынки потому что не факт что через какое-то время эта мутация не передастся новому поколению а передастся она может и через год и через два вот то есть какое-то время укорененный пасынок или выращенная детка с листа может цвести и не подавать признаки вот этой вот мутации заболевания такого а потом вдруг резко она откуда то и возьмется так что лучше всего посадочный материал с таких розеток не брать просто выбросили и забыли значит крестатностью чаще всего подвержены трейлерные сорта фиалок вот потому что они склонны до посынковаться у них стебель на две головы идет на 3 бывает и на 4 поэтому у трейлеров такая мутация это из ста процентов 10 процентов у обычных же фиалок из ста процентов 5 мутируют так значит поняли да что у фиалки только одна точка роста значит те кто уже фиалками занимаются давно они в принципе 99 процентах вот эту крестатность определяют сразу новички же могут запутаться да и могут спутать крестатность допустим с тем что у фиалки пропал центр роста то есть залили и просто отгнивает центр роста и с него появляются потом пасынки то есть вот это вот я срезала здесь голову основную укореняла отдельно а пень с листьями оставляла поэтому у меня здесь от растут пасынки которые я сниму потом и укореню отдельно вот а бывает так что вот стоит где-то фиалка в дальнем углу у нее центр пропал там вы не смотрели какое-то время и появились вот маленькие пасынки и будет это все выглядит может это все выглядеть как вот крестатность вот чтобы точно убедиться крестатность у вас или же это просто у вас пропал центр роста и на наросли пасынки дайте подрасти фиалки вот если это крестатность то здесь образуется гребень со временем вот сейчас этого у меня еще ну незаметно потому что пасынки еще маленькие последующими следать подрасти вот этот стволик он станет более таким толстым он может даже деформироваться вот и вот эти три пасынка будут выглядеть как вот как будто они растут на гребне вот так вот я кстати это у меня сорт л.е. шеридан этот трейлер с это с этот сорт я размножала укореняла пасынки вот укореняла листики и сегодня я все это выбросило пасынки уже выбросила листики вот достану покажу вам уже с детками да жалко выбрасывать но это нужно сделать тем более я посадочный материал продаю две другие же розетки тоже по вам покажу этот сорт вот они в принципе это трейлер л.е. шеридан это трейлер на сорт фиалки значит они в принципе ну не мутированы вот я кстати почему выбрасываю потому что я не помню с какой именно розетки я снимала листья может быть я с вот этих розеток снимала листья может быть из вот той мутированные поэтому выбрасываю абсолютно все этого сорта не будет продам не очень много пишите в комментариях спрашиваете о том как заказать посадочный материал на весну да значит все буду показывать вам как в прошлом сезоне будут на канале видео по пятницам наверно также будет по пятницам онлайн магазин фиалок фиалки у алиса буду вам все показывать у меня вот смотрите уже вот под пересадочку идут хорошенькие девочки вот детки нужно отсаживать это вот первая партия которую я сегодня буду рассаживать то есть посадочного материала много весь качественный ну впрочем как и всегда вот значит в этом же видео хочу вас предупредить о том что у меня появился двойник вот причем очень недоброжелательный двойник который копирует ну как сказать мой аккаунт да и если вы увидите на где-то на других каналах какие-то негативные комментарии якобы от моего имени в общем-то не верьте это не я вот так вот почему это произошло ну может быть и стоит записать такое вот видео да ну я просто не хочу разводить какой-то там какой-то негатив у себя на канале поэтому просто я вас предупреждаю я гадости никогда не пишу я не считаю что фиалочный бизнес это какая-то там конкуренция битва да я со всеми девочками дружу общаюсь и со мной также вот денег я ни у кого не отбираю поэтому если вы начинаете заниматься именно выращиванием фиалок на продажу в общем то не думаете что тут какая-то битва идет за клиентов там я не знаю за продажи нет такого нет и никогда не будет все честно все прозрачно вот так вот комментарии я прикреплю которые ну в мой адрес дошли вот и еще раз хочу обратить ваше внимание если вы увидите какой-то там комментарий плохой видео других блогеров вот особенно фиалочников проходите мимо это не я не я это пишу она мне сто лет не нужно я со всеми дружу со всеми общаюсь я вообще открытый человек вот позитивно настроенный такое вот видео ну все мои дорогие на этом всем всего хорошего как всегда мира благополучия и добра всем пока пока